Привет всем свежим зеленым чинкам и, конечно, фиолетовым баклажанчикам! В сегодняшнем видео мы с вами будем пробовать вирусную маску для удаления всяких прыщей и черных точек, которая просто захватила Инстаграм и ТикТок. Я думаю, что многие из вас видели такие видеозаписи, где какая-нибудь прекрасная девушка или даже молодой человек сидят, и у них много прыщиков на лице, о ужас, или каких-то черных точек. И потом до них наносят какую-то зеленую маску из стика, вот так вот, и после этого у них все эти черные точки вот так вот вылезают-вылезают, на этой черной маске оказываются, а затем снимают просто эту маску салфеточкой, и там идеально ровная кожа. На самом деле интересно, что мне даже писали в Инстаграме зрительницы, что правда ли это так работает, потому что выглядит просто как чудо. Но на самом деле мне кажется, что на этих видео очевидно, что это какой-то просто, это знаете, это графика, она настолько кустарно сделана. Но тем не менее, я купила эту маску для нас, чтобы мы с вами все-таки попробовали, насколько она работающая. И стоит она из зеленого чая и из глины. И надо сказать, что таких масок просто огромное количество. Они все сделаны в Китае, и разные бренды совершенно рекламируются даже в том же Инстаграме, а часто еще и не показывается, что это конкретно за бренд, поэтому, в общем-то, вы не знаете, что вам конкретно придет. Я, кстати, думаю, что много таких масок на Алиэкспресс. Ах, что ж я не посмотрела, уверена, что там их полно. Но, во всяком случае, я нашла эти маски на Озоне. И посмотрите, что у нас здесь. Первая маска у нас от бренда, который называется Мейдиан. И называется эта маска, сейчас я вам зачитаю с сайта Озон, глиняная маска для глубокого очищения с экстрактом зеленого чая. Green Mask Stick. И стоила эта маска, якобы, когда-то 1590 рублей, а я ее купила за 790 рублей, что, вообще-то, тоже недешево. Ну, в общем, что про нее пишут? Что это глиняная маска нового поколения на основе природного экстракта для глубокого очищения. Что здесь и жужаба, и вулканическая грязь, и масло чайного дерева, и все это вместе вас просто избавит от любых черных точек, от прыщей. А кроме того, еще кожу увлажнит, отшелушит, напитает, придаст ей сияние, выровняет и сделает просто все сразу. Давайте ее откроем и посмотрим, как она выглядит внутри. Открываем, и мы уже видим здесь то ли глину, то ли вулканическую грязь. Видите, чем-то она таким присыпана. Давайте посмотрим, что внутри. И внутри защитная пленочка, даже вот такой защитный пластик. Ну и, собственно, сама маска, которая выглядит вот так. Надо сказать, что за свою карьеру бьюти-блогера я этих масок пробовала предостаточно. Ну, я имею в виду такие вот разные маски в стиках. И помните, мы какие только с вами не пробовали. Корейские, не корейские, самые разные. Ну-ка, давайте понюхаем. Пахнет? Вы знаете, пахнет как-то странно. Пахнет каким-то средством для мытья посуды. Здесь такая душка какая-то слегка лимонно-мятная, что-то подобное. Ну, в общем, вот такая вот у нас есть маска, которую мы сейчас будем пробовать. А, кстати, мы же не только маску будем пробовать. Мы с микроскопом все проверим. Мы не так просты, да? Мы с вами все сможем проверить. Итак, следующая маска. А вы думали, что я купила только одну? Нет, у меня их две. Давайте посмотрим на нее. И это маска от бренда Caloji. Также китайская маска. И она стоила уже немножко дешевле. Называется эта маска из зеленого чая для контроля кожного сала. Вы знаете, про нее на Азоне пишут то же самое, что это глиняная маска нового поколения на основе зеленого чая для глубокого очищения и сужения пор. И эта маска уже стоила раньше, когда-то, в неизвестные времена, 589 рублей. Но я ее купила за 264 рубля. Вот, кстати, большой вопрос. Какая-нибудь из них вообще окажется лучше? И в чем смысл в такой разнице в цене? Ну, давайте откроем ее и посмотрим, как выглядит она. Ну, в принципе, выглядит похоже. Выглядит практически идентично. Ну-ка, снимаем. Ну, здесь как-то как бы чуть-чуть похуже сделано. А может быть и нет. А может быть и да. Давайте понюхаем. Нет, они все-таки немного разные. Посмотрите, они разные даже по цвету здесь. И здесь прям сильный аромат средства для мытья посуды. Здесь прям неприятная душка. То есть, если это так, знаете, попахивает слегка, это прям пахнет. Прям будь здоров, как пахнет. И как вы думаете, что у нас еще есть? У меня есть баклажанная маска, которая выглядит вот так. Я не знаю, в чем смысл. Но вроде это тоже просто маска на основе чайного дерева и на основе калина. Но она еще и с баклажаном. Я понятия не имею, зачем он нужен. Но про нее пишут все то же самое, что это маска нового поколения. В общем, мне кажется, можно запомнить. Это просто маски нового поколения. И если они нам даже не понравятся, это потому, что мы просто ничего не понимаем. Мы не новое поколение. Давайте на нее посмотрим. Это бренд, который называется O-Chill. Ну-ка, O-Chill. Эта маска снова пахнет по-другому. Но здесь нормальная, кстати, отдушка. Здесь отдушка тоже такая более-менее какая-то натуральная, как в первой. Но все равно, знаете, такая странноватая. Но еще можно, можно так не сильно подозревать, что что-то с ней не так. И такая маска стоила раньше 1900 рублей. А сейчас она стоит 507 рублей на сайте iHerb. В общем, у нас выбор с вами огромный этих масок. И первое, что мы должны сделать после того, как мы их разобрали, это мы должны проверить мою кожу сейчас, до нанесения масок. Честно говоря, сейчас моя кожа не в самом лучшем состоянии. У нас некоторое время не было воды. А это, знаете, всегда вызывает проблемы с тем, чтобы хорошо умыться, с тем, чтобы смыть весь макияж. Приходится греть вот эти все тазики. И сейчас, ну, на щеках у меня кожа более-менее нормальная. Но вы видите, что у меня есть следы от высыпаний. Кое-где даже еще есть высыпания небольшие. Ну и, кстати, недавно я пробовала несколько кремов, которые, к сожалению, не очень хорошо повлияли на мою кожу. Ну, смотрим, смотрим. Ну, на щеках, как всегда, да. Вот есть кое-какие черные точечки, вот эти сальные железы, но ничего такого криминального. Теперь давайте посмотрим на лоб. И, о, на лбу, так мы уже видим. Вот прям черные точки в большем количестве, особенно ближе к переносице. Вот так выглядит подбородок. В принципе, тоже есть черные точки, но не особо отличаются от кожи на щеках. И самое последнее, как всегда, самое шокирующее, это нос. На носу сальные железы работают сильнее, и поэтому черные точки здесь, конечно, более заметны. В общем, что нам обещают видео про эти маски, что у нас просто все отсюда уйдет, и будет идеальное совершенно состояние кожи, и все будет совершенно замечательно. Ну, давайте проверять, так это или нет. По инструкции, кстати, даже не сказано, что конкретно нужно делать, нужно ли намочить лицо, что-то там смочить каким-то образом, но сказано, что после умывания и тонизирования кожи. То есть, реально непонятно, кожа должна быть влажной или нет. Я думаю, что все-таки немножечко нужно помочить лицо, потому что иначе эта маска, ну, вряд ли вообще нормально нанесется на совсем сухое лицо. И я просто протираю лицо совершенно обыкновенным вот таким вот увлажняющим тонером. И дальше мы с вами приступаем. Я думаю, что на этой стороне лица мы будем использовать вот эту вот маску, которая, типа, самая первая у нас, самая какая-то крутая и самая дорогая. На этой стороне лица мы будем использовать вот эту маску, которая значительно дешевле. Я надеюсь, что у меня, знаете, не будет завтра такого, что здесь какие-нибудь волдыри, а здесь там более-менее что-то нормальное. А здесь тоже какие-нибудь волдыри просто другого цвета. А на лбу, я думаю, мы используем вот эту баклажанную маску, потому что, в принципе, я от нее ничего не жду. Нам особо ничего и не обещали. Вроде как это то же самое, что вот эти две предыдущие маски, только другого цвета. Ждем этого волшебства, знаете, когда тут просто появляются какие-то черные точки мгновенно, просто мгновенно. На лице они выступают, и потом я салфеткой просто их сниму, у меня будет абсолютно идеальная кожа, такая нафотошопленная, знаете, вся сглаженная. Ай-яй-яй-яй, нет-нет-нет, так нельзя делать, ведь на лоб у нас должна быть нанесена маска с баклажаном. Ну, можно сказать, вот так вот. Вот так вот все должно быть на одной стороне лица. Ну, наносится, кстати, хорошо, наносится приятненько. Дальше у нас вторая маска. Ой, у этой хуже текстуры. Посмотрите, она прям не такая кремовая. Она хуже наносится, как-то сложно прям. Тоненьким таким слоем. Ну вот, кое-как получилось, но прям реально хуже наносится. И, кстати, какое странное ощущение. Жжет глаза. То есть она, видимо, испаряется. Наверное, в составе есть спирт, потому что такое бывает, когда в составе достаточно большое количество спирта, что он начинает испаряться с кожи и попадает немножко в глаза, и из-за этого вы чувствуете жжение. Я такое не люблю, потому что, ну, а кто же любит, когда жжет в глазах? Ну ладно, потерпим немножко, пока все не стало совсем как-то нестерпимо. И здесь мы наносим баклажанную маску. Она как будто, знаете, самая кремовая, и в ней какой-то, не знаю, как будто мел какой-то в составе. Ну вот такая вот я, красотка, теперь сижу и жду 10 минут, пока все эти маски подействуют. Так, ребят, мне кажется, время пришло. Надо это все смывать. Ну, что я могу сказать? Что я в зеркало не вижу абсолютно никаких черных точек. Ни на носу, ни на щеках. Вы можете посмотреть пристально. Их нет, чтобы что-то выступило, чтобы что-то здесь было видно. И я хочу сказать, что на самом деле есть глиняные маски, например, Секрет, Секрет Ацтеков, по-моему она называется, которая продается на iHerb, которые действительно могут немножко очистить поры. Или, например, от Glam Glow, достаточно дорогая глиняная маска, которая тоже за счет того, что в ней кислоты есть в составе, есть большое содержание калина в составе. Они реально рабочие. Но это не значит, конечно, что вы вот так их сотрете, у вас там не будет просто ни пор, ни черных точек, вообще ничего. Они работают просто немножко сверху, вытягивают вот это вот сальце, такое темненькое самое, которое уже окислилось у вас на лице. И, соответственно, лицо кажется более ровным и кажется, что меньше этих черных точек. Но вот такого, чтобы все вылезало, такого не бывает вообще никогда. Ни с одной просто маской такого, по крайней мере, не было. И сейчас вы можете заметить, что да, эта китайская маска, ну как бы такого, как на видео мы видели, не происходит, к сожалению. Ну что ж, давайте начнем все это смывать. Я подготовила салфеточки, я подготовила всякие нам бумажечки, которыми мы все это сможем снять. И, кстати, вот эта почему-то прям долго застывает. То есть прошло уже сколько времени, она все еще не застыла до конца. Ну ничего, мы пока смоем эти и посмотрим. Ах, прям засохла, знаете. Сложно даже смыть. Обычно, кстати, производители пишут сейчас, особенно корейские любят такое писать, что если у вас вот такая глиняная маска засохла на лице, вы ее смочите немного водой, потому что нехорошо, чтобы она у вас засыхала. Дело в том, что эти маски, они довольно сильно пересушивают кожу, если они прям совсем сильно засохнут. Так что лучше взять какую-то термальную водичку или просто воду там из-под крана, чем вы умываетесь, и слегка-слегка смачивать, если она у вас засыхает, а время еще не вышло. Ну что ж, вот так выглядит эта сторона лица. И как вы можете видеть, кожа матовая достаточно. То есть она выглядит нормально, но как бы ничего, по-моему, не произошло. Мы, конечно, еще сейчас посмотрим в микроскоп. Теперь смываем эту сторону. Ну, в принципе, здесь все то же самое. То есть она просто матовая кожа, и сейчас она прям сильно хочет, чтобы ее увлажнили. Теперь давайте смоем все со лба. Ну что, пришел момент истины. Давайте сначала... Нет, давайте сначала эту щелку, где у нас была самая первая, самая дорогая маска. Ой, как можно заметить, кожа прям сухая, сухая. Смотрите, ой, как хорошо. Это какие-то следы, это что-то от прыщиков оставшееся. И здесь мы видим, даже, может быть, это какие-то сальные железы. Ну, в общем, ладно, мы поняли. Все прям сухое-сухое, и это сильно видно. Но здесь, в принципе, все точно так же. И видно просто, что кожа сухая. То есть, знаете, когда она такая влажненькая, мокренькая, видны на ней прям такие дорожки, дорожки какого-то сальца небольшого. И теперь нос. О, какой кошмар! Ой, какой ужас! Ну, в принципе, все то же самое, что и было. Осталось на своих местах. Абсолютно никакой разницы я не вижу. Теперь давайте с этой стороны, где у нас была вторая маска. Ну да, на щеках мы видим тот же самый результат. Просто все сухое. Что на носу сразу, даже, знаете, подбородок уже нет смысла смотреть. И здесь мы точно так же видим вот эти вот все сальные железы. Да, я знаю, выглядит это не очень приятно. Но что есть, то есть. Если хотите ужаснуть себя и всех своих родственников, купите себе вот такой вот микроскоп. И посмотрите в него, на свое тело, на свое лицо. Там, не знаю, животных своих домашних просматривайте. Это, конечно, все выглядит очень интересно. И сейчас у нас последняя маска. И это маска баклажанная. Ну-ка, лоб прям вообще пересушенный совершенно, как мы можем видеть. И какой-то он еще весь... Видите, остались... Я, наверное, плохо смыла ее. Посмотрите, остались даже вот эти вот кусочки. Кусочки чего-то белого. То есть у нее реально как будто в составе мел. И, по-моему, она, знаете, как-то сильно забивает поры своим мелом. Ну, конечно, это нужно все досмыть, потому что пока это выглядит просто ужасно. Я думаю, что она даже за счет этого мела в составе больше и матирует лицо. Ну, в общем, ребят, результат у нас, конечно, неудовлетворительный. Не работает. Не работает это чудо зеленая маска. Все это, естественно, графика. Ничего там нет от настоящего положения дел. И нужно сказать, что вот эта маска самая дорогая. Это единственная маска, на которой состав перепечатан на английском языке. И в составе что мы здесь видим? Во-первых, это коалин из таких вещей, которые действительно нас могут интересовать. Также здесь действительно есть экстракт чайного дерева. И, кроме того, еще здесь из интересного есть токоферол. Он же витамин Е, что, в принципе, тоже неплохо для нашей кожи, что он там все-таки добавлен. Но вот такие вот дела. На этих масках даже ничего нет по-английски. Все там по-китайски. Не работает маска полная, ребят, фигня. Не покупайте такие вещи и не верьте в Инстаграме, когда вам показывают такие видео, что раз и все там каким-то образом вылезло. К сожалению, таких чудес пока что, пока что не бывает. Спасибо вам за просмотр этого видео. Я надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным. И желаю вам, конечно же, чтобы вас никогда не беспокоили никакие ни прыщики, ни черные точки. А если беспокоят, чтобы они у вас в скорейшем времени прошли. Чтобы больше никогда не появлялись. И вы были совершенно счастливы и довольны своей кожей. Спасибо большое. До скорой встречи на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!